У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Наташа Муромин. Что случилось? Почему вот эта программа меня утомила? Эта программа, речь идёт о поисках дождя. И почему? Она меня не вдохновила. Ну, ты можешь выйти в зум? Могу. Дальше включился разговор. Привет! Я рад тебя слышать, видеть. Я услышал по телефону какое-то определённое возмущение, необыкновенное и непривычное от тебя возмущение программы моей в поиске «Будет ли дождь?». Поэтому я приглашил тебя в зум, чтобы выслушать тебя и попробовать ответить. Ну, ну, давай. Так что, что там тебе не понравилось? Очень устала я от социальных атрибутов человеческой жизни. И когда эти атрибуты человеческой жизни возникли в программе Симонова, то было так как-то грустно и скучно. И даже то великолепное завершение программы, которая всё равно это всё преобразовало в солнечный свет, всё равно мне и так хотелось окунуться в совершенство красоты смыслов безупречных. Поэтому я тут критикую не столько программу, сколько, может быть, этот момент, сколько собственной усталости. И, может быть, это не критика, а скорее такое вопрошание. До Коли, до Коли. В наших гостиных будут висеть портреты смертельных врагов. Ты знаешь, здесь, вероятно, разница восприятия мужчины и женщины реальности, которые проживаются. Ведь женщина её проживает очувствованием, а мужчина – действием. И вот когда ты пытаешься в процессе своего духовного развития достичь равновесия между этим и действием, и очувствованием, то возникает какая-то реакция на окружающий мир, она немножко другая. Я поймаю прекрасно, что в программе будет ведущий, но для меня сложился определенный какой-то своеобразный срез реальности, потому что я максимально стараюсь избегать участия в обычном перетягивании каната. Что речь о России, что об Америке, что об Украине. Но мне очень нравятся определять те или иные процессы именно с ракурса энергетических преобразований, которые лежат в основе всего и вся. Вот поэтому эта программа «Будется дочь», она просто ещё какой-то небольшой штрих. Вот тому же, если это оказалось тебе на этот период неинтересным, ну и что? Ну если ничего страшного, значит, в следующий раз будет что-то другое. И очень важно, что есть палитра, есть палитра. И я как мужчина не могу не отвлекаться на ту реальность, которая за окном, потому что я её преобразую. Когда-то я копал канаву, когда-то я осваивал трактор, чтобы канава была пошире. Но сегодня я, в общем-то, соучаствую в совершенно другом уровне. Соучаствую в всем этом процессе. И поэтому я есть и в Советском Союзе, и я есть в капитализме американском. И я выступаю в лице Кедми, я выступаю как Горбачёв. И, конечно же, всё это собирательный образ жизни, который воплощён сегодня, вот в этом лице, который ты видишь, Симонович. Поэтому если какой-то из образов, которых я представляю, тебе не симпатичен, да перелистывай. Это совершенно нормально. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, сегодня 21 век, март месяц, 2021 год. Вот как ты считаешь, в это время, в котором мы сейчас живём, человечество способно родить идею, которая бы связала бы перспективу, ты описываешь перспективу идеального человечества, и сегодняшний день? Твой вопрос, он интересен тем, что ты знаешь ответ. А я его не знаю. Вот в этом я интересен. Я тебе сейчас объясню, расшифрую то, что я тебе сказал. Дело в том, что я для себя определил, что всё то, что было до этого, вот до этого момента, оно всё совершалось по воле, опять-таки, Вселенной. Но эта Вселенная чётко говорила, вот ты. Она его рожала, это ты. Что Чингисхана, что Сталина, что Гитлера, что Ленина, что Горбачёва, что любого личности, я, правда, пересислил только какие-то политические, но это просто, чтобы было наглядно. Она их рожала, она их воплощала, и она заставляла реализовывать те задачи, которые нужны Вселенной. А какого принципа это происходит, я не знаю. Я должен тебе сказать, что мне иногда мелькает мы, что мы, когда умираем, мы выходим, попадаем в какой-то энергетический котёл, вот просто энергетический котёл, куда сложено всё и вся. И причём, я думаю, что эти котлы на разных этажах по-разному, потому что, ну, всё-таки, а может, и один котёл, не знаю. И вот существование, условно, когда нужно родить вот такого, как, допустим, там кто-то, оно так черпает и как раз швыряет. Оно же может до каждого дойти. И рожается человек, который реализует ту задачу, которая должна существовать. И на каком-то этапе это работало. Согласись, мы сегодня достигли определённого уровня, и я говорю смело, что фантастического уровня эволюционного развития. Уже это, смотри, во времена Христа можно было просто отправить на виселицу, на крест, просто потому что человек не так говорил. А сегодня уже судить надо. Мы сейчас не говорим о суде, мы не говорим о справедливости. Я просто говорю о том, что многое и сменилось. И сегодня, чем интересен этап, отличный от Чемгиз Хана, от Сталина, от Трумана, от Ленина. Сегодня этап, когда нельзя идею привнести снаружи. Человечество дошло до такого уровня, что идея должна быть стемпелирована кодами всех. Идея должна сложиться. Потому что если она придёт откуда-то, вот как пришёл социализм, он будет временным. Он родится как прозрение, и умрёт как заблуждение, как любая философская концепция. Точно так же случилось с капитализмом. Он был рождён фантастическим желанием людей создать тоже какое-то общество справедливости. Родилось как прозрение. Чем закончивается, мы абсолютно это знаем. И получается, что на этом этапе сейчас очень важный момент, когда эта идея, о которой ты говоришь, задашь вопрос, не может, не может родиться у кого-то одного в голове. И вот в ракурсе этого Симонов что делает? Он пытается рассказать о процессе. Естественно, я делюсь тем, что я сам проживаю. В этом плане мои программы искренние, и моё творчество искреннее, оно чистое. И кто-то может откамертониться этим. Не получится Симоновым другим чем-то, но придётся. Существование жесточайшее наше. Босс, я бы так сказал, никого не пропустит. Пойдёшь туда, куда ему нужно. И вот сегодня пришло время, когда эта идея должна родиться через... Помнишь, у меня была программа «Дифференцирование-интегрирование» или «Интегрирование-дифференцирование» это одно и то же. Вот это интегрирование, дифференцирование. Так вот, вот эта программа «А будет ли дождь?» она как бы тоже штрих из этого же цикла. Она из этого цикла. Это попытка рассказать о процессе. На простом каком-то примере. Ну, в Личный Путин, где-то там далеко, Советский Союз, вот он. У каждого на него есть своя реакция. А я говорю, ребята, тщательнее. Реакция-то ваша на Советский Союз, а не на вас, которые Советский Союз. А это разница. А в чём разница? В ответственности. В ответственности. И тогда получается, что, извини меня, программа эта работает. Она позволяет, она позволяет реализовать мою сверхзадачу творческую, которую я тоже не придумываю. Поча Симона будет рассказывать о перспективе. Нет, это рождается вот точно так же. Тебе говорят, ты и вперёд. Ты и вперёд. Вот это... Поэтому не затронуло это, ищи другое. Или жди следующую программу Симонова. Где будет, а всё равно о том же самом. О женщине, о любви, о красоте, о гармонии, но не как об атрибутах социального общежития. Извините. Извините. А как о категориях характеристиках эволюционного развития Вселенной. Реализованная через человечество. И это хорошо. Отлично. Принимается, да? Да. Вот этот кусочек мы оставим. Всё, давай, я тебя обнимаю. Целую. Так. Счастливо. Хорошо поговорили. Спасибо тебе. Я был и быстрым, и шустрым. Весёлым был, и старательным. Не любил себя тоскливым. Вдохновлялся целовательным. Косхозь колючки к каптусам, ступенями нехожитым. Вне племени продирался из статуса демоном изложенным. Про светами танцевал, коммертонился. Сердце струны подтягивая. На волну шёл, хорохолился, крыльями мили вышадил. А сейчас, по кости напряжениям, зная и не торопишься, Огненное поражение симфониям в свет соосишься. Это была программа из цикла «Диалоги на перекрёстке». Я разговаривал с Наташей Муромицей. И мы, по-моему, нашли удовольствие в этом собеседовании. Чего и вам желаем. Успехов, всего хорошего. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»